Ну, а королева Алиска видит главную проблему в чём? Ну, как положено. Около короля окопался совершенно недостойный мерзавец Стронгов старший, новая десница, как его Лионель, по-моему. Ну, в общем, пока был ейный папка, всё было хорошо, она его сама сбагрила фактически. И теперь расстраивается. Провадила. И как бы сделать так, чтобы обратно папка-то вернулся, чтобы король в ум пришёл? Хотя бы в первом приближении. Никак. В смысле никак. Надо обозначить проблему своему хромоногому дружку, которому она постоянно голыми ногами дрочит. Это в книжке так? Нет, это в фильме так. Он же там футфетишист лютый совершенно. Она ему выставляет голые пятки, и он там... Такой вот извращенец. Такой штришок. Вот. Нужно обозначить проблему. А он уже как-нибудь её решит. Как-нибудь. И вот Лариса прокрадывается незаметно по-военному в королевскую темницу, где, конечно, не учёт о посещении. Ходи, кто хочет. Куда хочет. И давай договариваться с какими-то кошмарными уголовниками. Вот что. Вас тут всех казнь ждёт лютая. Есть вариант. Я вам языки отрежу. Будете жить, но будете служить тайными ниндзями. Чисто вот мне, никому ничего не сказав. Так, чтобы никто не догадался, всем маленькие фигурки животных, типа там пчела, носорог, единорог... Невозможно понять, что это такое, к чему это показывают. Я ничего понять не смог. Ну, это орден он основал, орден королевских убивцев. Но, опять же, если он основал орден, и вот так заявили мрачно, что там у каждого своё животное приделано, они же должны что-то сделать потом. А они, внимание, исчезнут нахрен вообще со следующей серии. Их просто не будет. Для чего? Ну, то есть, отрезание языков какой-то раскалённой фигнёй с одновременным прижиганием носа не попал, блин. Херня какая-то. Зачем это? Ну, он тайных убийцей сделал. Ну, хорошо, тайные убийцы, но, в общем, когда тебе постановка задачи убийственной, в общем-то, надо как-то это, я тебе объясняю что, а ты задаёшь уточняющие вопросы. Зачем тебе язык отрезать? Кому ты там ничего не расскажешь? Что за чушь вообще? Ну, это, кстати, такая хинея, господи, потому, что несколько человек с отрезанными языками... Вызовут подозрения. Вызовут огромные подозрения. Чего это вы все такие неразговорчивые? Шайка без языков. Ну. Вы откуда? Кто языки отпилил? Ну, блин. А вдруг, не дай бог, из них кто-нибудь писать умеет? Может, ещё и пальцы было подрубать? Да-да-да. Вот эти потуги изобразить мрачное средневековье? Какая-то херня вообще. Ну, и опять же, когда там говорят, что его кто-то не замечает, потому, что он хромой, его все замечают, именно потому, что он хромой. Это как у нас гном в «Игре престолов» ходил. Убогий. Вот никто не видит. И его тоже все замечали, именно потому, что он убогий. И этот убогий на общем фоне всех прекрасных здоровых мужиков и не менее прекрасных здоровых девок, он будет вызывать самое пристальное внимание, все будут в него пальцем показывать и ржать. И смеяться. Да. Всякие над ним гнусные шутки организовывать и прочее. И вот когда ты тайно хромой, вообще никем не замеченный заёшь в королевскую темницу, ну, давайте засекать время по швейцарскому хронометру, когда об этом король узнает. Потому, что он очень знатный, это младший сын десницы короля. Хрен с ним, что он хромой. Вы понимаете, какие через него вопросы решать можно? Все вопросы через него решать можно. За ним очередь должна стоять из людей, которые ему там подмазывать будут. Взятки дарить и прочее. Опять же, он очень сильно на виду. Ну, и тут, опять-таки, вот темница, а кто у вас в темнице сидит? В общем-то, вот в моём разумении в королевской темнице сидят только государственные преступники. Это не Владимирский Централ, где там сосредоточено не пойми что. Каждой твари по паре. А здесь сидят государственные преступники. Вот эти, совершившие тяжкие преступления, нахер они нужны в королевской темнице. Непонятно. Режим. Там кто-нибудь блюдёт, не блюдёт. Журнал посещений и всякое такое. Даже если не журнал, сразу расскажут, что он приходил, общался вот с этими. А как ты их оттуда забрал? Вот так. Да. На основании чего... Ты, собственно, кто? Да. Ты кто? Вот пришёл, здесь тебе не сериал «Ликвидация». Или кто попало, кого попало, содит, выпускает и всякое. Не бьётся вообще никак. Странно. Ну, оно откровенно странно, потому что если бы он был, например... Вот его бы сделали начальником ГУВД вместо старшего брата. Да. Ну, понятно, что у него хоть какие-то полномочия есть. Тогда другое дело, да. А тут-то ты... Вскрылись обстоятельства, я пошёл выяснить. Да. А у тебя должность какая? Друг королевы. Офигеть. Вот это неважно. Там это средние века, какая-нибудь глухая античность. Неважно вообще. Ты, если придёшь в темницу, не знаю, в современные кресты, куда угодно ты придёшь, вы понимаете, что начальник этой самой тюрьмы за личный состав, который у него сидит, отвечает. Потому, что у него спросить могут, а где эти? Вот эти вот. Ну, как ты яду принёс для того, чтобы, например, отравить ценного свидетеля. Ты же с пакостью какой-то пришёл. Просто так сюда люди не ходят. Это ж тюрьма. Да. Ты пришёл пакостничать. Ну, как это так? А рядом кто стоит? А кто смотрит за тем, что ты передал? Или забрал, наоборот, секретную записку. А тут ты им ещё в тюрьме языки поотрезал на глазах изумлённой публики. А может, их нужно ещё допрашивать было. Да. Что это? Самоуправство какое-то. Немыслимое. Это чушь. И надо ли говорить, что ничего подобного в книжке не было даже намёком? Вообще. Это они сами придумали, что сразу видно по выдающимся интеллектуально зашкаливающим достижениям. Тут даже, я не знаю, с другой стороны посмотри. Ну, вот нам с тобой нужен толковый убийца. И, возможно, не один. Это, понятно, Дементий. Мы его знаем давно. Дементий. Умение туда-сюда. Способности. Да. А кто это такие? Они обладают какими-то качествами? Ты их первый раз видишь, ёлы-палы. Как ты их куда-то подсылать собираешься? Может, их учить надо, натаскивать? Ну, как у Штихеля племянник или кто там, наружным наблюдением занят, с котом под мылью. Ну, он хотя бы кота носить умеет. Уже понятно. Человек опытный. Знающий. А это кто такие? Куда ты их тащишь? С какого хера они тебе подчиняться будут? Отрезал ты ему язык. Он дриснул оттуда сразу. И вот уже в какой-нибудь пентесе-шментесе там сидит. Ну, как это так? Да нет. Их нужно было как-то привязать. Почему они обязаны? Ты их выпустил? Спасибо. До свидания. Да. На этом закончили. То есть, человека... Это ж как это наши любимцы итальянцы в Соединенных Штатах Америки. У нас тут омерта. У нас тут кодекс чести. У нас тут понимание. Баб и детей не трогать. Только друг друга валить. Трали-вали. И ваша эта омерта... А вот тебе корячится срок 30 лет. И все все начали рассказывать. Несмотря на омерту и всякое такое. И весь бизнес посыпался сверху донизу. На смену пришли мексиканцы. У мексиканцев устроено несколько иначе. Вот твоя жена. Вот твои дети. Езжай в США продавать наркотики. Уехал. Не дай бог ты там что-то где-то. Мы немедленно отпилим им головы бензопилой. Тебе пришлем ролик в ТикТоке. Как отпиливаем головы твоей жене и детям. Поэтому мексиканцы все молчат. 30 лет, 40. Похер. Забота вот о жизни. Ну так это ж типичное средневековое. Заложники должны быть какие-то. Через которых ты можешь воздействовать на этого персонажа. Заставляя его делать то, что тебе надо. Но это настолько сложно в текущем хронометраже, что они такого рода экспозиции вообще не вывозят. Они важного-то не вывозят. Так он на словах бы мог хотя бы сказать. Если ты, то я... Вот как-то обрисовать ситуацию. А тот бы понимал, что он в безвыходном туда-сюда. А тут язык отпилили и что? Кто это, во-первых? Где какие-то навыки? Кстати, то, что ты уголовный преступник, не значит практически ничего. Тебе тут нужно государственное убийство совершать. Для этого нужно... Требует подготовка. Во-первых, ты должен быть красивый, чтобы тебя допустили. Да. Вообще. Ты не должен быть мрачный упырь, обмазанный фекалием. Если ты мрачный упырь, обмазанный фекалием, так у тебя на блошином конце карьера вся и закончится. Там такие все. Да. Чтобы оказаться около особо королевской крови, ну, или приближенный к таковым, нужно быть примерно вот такого же статуса, ранга или выглядеть так же, чтобы ты не вызывал каких-то нехороших чувств. Ну, куда-то примазаться. Дрова колоть. На кухне работать. Там лошадей чистить. Собак кормить. Еще чего-то там. Там с языками избыток граждан. А ты кто? Чушь, блин. Я отказываюсь даже обсуждать, блин. Так и естественно, он еще, опять же, со значением. Лариса говорит Алиске, бойтесь своих желаний. Отчего он ей это сказал, бойтесь своих желаний? Она этих двух терпеть не может. В смысле, бойтесь. Она хочет, чтобы грохнули обоих. Только, конечно, напрямую не говорит, потому что это гнусно. Но все все понимают. Да. То есть, Стронгов надо ликвидировать. Они... И папку, который деснится, и сынка, который отец Нюркиных детей. Да. Это она по фильму прямо видно, что хочет, чтобы было такое. Ей говорят бойтесь своих желаний. Но прямо сразу у меня возникает вопрос. Вы понимаете, что этот самый... Ну, папка, ладно. Леонель. Да. Деснится. А Харви Стронгов, нельзя его убивать. Это готовый состав преступления. Это просто готовый состав преступления. Там нужно пентаграмму вокруг него нарисовать, чтобы с него волос не упал вообще. Потому, что это способ давления на гнусную Нюрку. Да. Которую она тоже не любит. Вот это способ давления на гнусную Нюрку. Он должен быть всегда в целости, в сохранности около нее. Чтобы всегда можно было спалить и предъявить конкретные доказательства. Сейчас король жив-здоров, хотя не очень здоров, но он помрет. И дочку защищать будет больше некому. Некому. А вот папаша ейных детев. Вот он. Вот он. Смотрите на него. Давайте просто сличим. Вот они сейчас подрастут. Как только они подрастут, они на него еще сильнее станут похожи. Папка-то красавчик. Да. Сослый. С лица. Все в порядке. И вот это такие же дети. А посмотрите. А может негр? Вас это... Ну, может быть через 15 лет уже напрягать начнет. Блин, дорогие соотечественники. Поэтому королева заказывать его убийство не может вообще. А то, что она его не любит, наоборот гарантия его целости и сохранности до определенного момента. Когда гнусную Нюрку выведут на чистую воду. Ну, и я бы даже еще немножко с другой стороны посмотрел. Уж если ты сама такая дура, то Хромой тебе на пальцах все это должен объяснить. Как она устроена. И что делать можно, а чего делать нельзя. А не это. Не брать под козырек с криками. Есть. Покажи пятку. Да.